О, Коля, опять ты. Винцослав Владимирович, разрешите вам нескромный вопрос задать. Какой? Как бы это поприличнее выразиться. Проживая в данной комнате, вы генитарии брить предполагаете? Что? Что это такое, Винц? Переведи, пожалуйста, не понимаю. Я не знаю. А к чему ты это спрашиваешь? Ну, я мог бы задать проще. Яички брить предполагаешь, проживая в этой комнате? А почему я должен на подобные интимные вопросы отвечать? Это неправильно. Объясню, Винц, объясню тебе, Винц. Понимаешь, мне потом в этой комнате жить еще с Рапунцель после тебя. Если ты предполагаешь брить генитарии, убедительная просьба проявить человеческую и гражданскую сознательность и не делать этого в раковину, поскольку там уже достаточно много волос, которые остались после Рапунцель, и поскольку... У меня не лезут волосы, у меня в порядке с волосами. И поскольку слив может быть забит и засорен, то это может привести к образованию стоящих вод в резервуаре раковины. Ха-ха-ха! Оль, смотри, ты что тут говоришь? Оль, смотри, он сочиняет какой-то бред говорит. Надо на его языке разговаривать. Госпожа Рапунцель, подожди. Да пейся-то нам уже достал уже. Ваше Величество, ну вот к чему матерщина? Вроде порядочная барышня, молодая, красивая, с высшим образованием. Коль! Как сама утверждает экономист-бухгалтер. Коля, я тебе сейчас... Ты слышишь? Коль, я тебе отвечаю. Винцессов, ты слышал, как сейчас у нас бухгалтера стали выражаться? Оль, смотри, он пока не агрессирует, будем разговаривать на его языке. Стоп, Коль, смотри. И не подумаешь, что бухгалтер. Чем и другое подумаешь? Оль, смотри, разговариваем мы вдвоем, окей? Смотри, Коль, я тебе первый момент хочу сказать, что я на подобные интимные вопросы не отвечаю. Винцессов, ты не можешь знать, насколько этот вопрос интимен, поскольку я даже и половину его не задал. Винц, значит, у меня к тебе убедительная просьба. Если ты предполагаешь, проживая в данной комнате, брить гениталии, то убедительная к тебе просьба не делать этого в слив раковины, поскольку слив раковины уже отчасти заполнен, забит, засорен волосами, оставшимися там от ее величества королевы Сейшерских островов. Так у нее волосы не выпадают. Больной, я говорю. Я могу задать, но не надо мне рассказывать. Раковины остаются. Он задает, я закончу вопрос, закончу вопрос. Хорошо, окей. И ты потом ответишь. Давай быстрее, я рожаю уже, быстрее. Ну, я уже сколько раз пытался, я бы уже давно задал. Ой, давай он бы скажет. И он бы сказал коротко ответ. И ему бы сейчас перешли ко второму вопросу. У меня же не один вопрос. Вопрос первый. Винцеслав, если ты предполагаешь, проживая в данной комнате, брить гениталии, убедительная тебе просьба не делать этого в сток раковины для умывания, поскольку сток раковины уже отчасти заполнен, забит, либо засорен волосами, оставшимися там от ее величества королевы Сейшерских островов. Ракунцы первый. И если еще и волосы твои там останутся, то слив раковины может быть засорен окончательно, в результате чего возможно образование стоячих вод в резервуаре раковины, что в свою очередь будет мешать, значит, производству гигиенических процедур. Лично я гениталии не брею и никогда не брил, но я регулярно брею харю, и если я, если сток будет забит и стоячие воды будут в раковины, я не смогу, я не смогу брить харю, проживая в этой комнате после Винцеслава. Слушай, этот бред реальности. Коля, я тебе сейчас отвечу. Для особо одаренных, ты нам не интересен. Ой, давай я с ним поговорю, я уже заговариваю состав. Винцеслав, можешь дать честное пацанское слово? Пацана с Краснодарского края, что с Кубани, что ты не будешь брить гениталии в сто крат. Я тебе могу сказать один ответ на твой вопрос, чисто по-пацански, что чтобы я буду там делать или не делать, раковина засорена не будет. И вообще, бриться в раковине, это неприлично.